Девушки отдыхают Я первый раз вижу такую большую выставку Еще наверху Вот как много оказывается Я ожидал Здравствуйте Почему они не только Приметели Я ничего не видел Как ты так по родинам Видел, видел А все в куче Вон оказывается Географику я его печатал А вот это Вот это Девушки отдыхают Не понимаю Художественный музей Рад приветствовать Наших гостей На открытии Выставки Удивительного Удивительного мастера Валерия Кто-то там вот Не спустись Пищишь Удивительного мастера Валерия Мошкина Это выставка Инициатива Наших коллекционеров Так вот Валерия Мошкина К сожалению Не так много Много в музее Но что приятно Что Благодаря Вниманию Какому-то Тонкому Художественному Чутью Лучшие работы Валерия Мошкина Все-таки Не ушли Из Иркутска Остались У любителей И ценителей Его творчества В коллекциях Домашних В коллекциях Наших Галеристов И наверное Впервые В таком объеме Мы можем Посмотреть Ретроспективу Всего Творческого пути Порядка 300 Работ Мы собрали Для этой выставки Выставка Развернута На двух Этажах Галерии Сибирского Искусства Ну А говорить Валерии Мошкина С одной стороны Достаточно легко А с другой Стороны Очень сложно Потому что Такого Многогранного И всеядного Автора Наверное В Иркутске Больше нет А Зрителю Для того Чтобы Воспринимать Работы Валерия Мошкина Вероятно Придя на выставку Нужно Отказаться От каких-то Школьных Штарпов Восприятия Вообще Изобразительного Искусства Таких как Сюжет Время Эпоха Содержание Работы Этот Автор Не вкладывается Ни в какие Рамки Границы Тех Искусствоведческих Терминов Эстетических Критериев Которые Введены Искусствоведами Воборот Как В стиле Реализм Гиперреализм Сюрреализм Постмодернизм Валерия Мошкин Сразу же Окунает нас Зрителей Вообще В историю Мировой Художественной Культуры Потому что Проходя По залам Музея Мы видим В ранних Работах Живописных Приемы Фаристов Дальше Мы переходим К работам Гиперреалистов Следующий Этап Его творчества Совершенно Ну Я не хочу Сказать Харько Створчество Сальвадора Дали И очень Очень Многих Сюрреалистов Какие-то Работы Безусловно Цитируют Работы Известных Мастеров Но С какой Интерпретацией С какой И в какой Другой Совершенно Подачи Он эти сюжеты Подает Остается Только Этому Удивляться Плюс Прямо Большие Серии Автор Работал Большими Сериями В которых Выбирал Определенную Стилистику Определенные Эпохи Все это Выражалось Таких Разноплановых Таких Неординарных Совершенно Разных Работок Выставка Называется Между Двух Миров Совершенно Не случайно Потому что Творчество Валерия Рожкина Это Такой Определенный Парадокс Парадокс Который Не зависит От здравого Смысла От какой-то Логики Не поддаются Анализу Таких Причинно-следственных Связей И Я думаю Что каждый Пришедший На эту выставку Откроет Еще раз Для себя Это уникальное Явление Потому что Именно Творческая Свобода Автора Наверное Сопоздание Но Приносит Ему Признание Коллег Зрителей И эта Выставка Тому Подтверждение Я хочу Анонсировать Еще Одно Событие И может быть Даже более Важное Чем Открытие Этой Выставки В начале Сентября Для Всех Людей Которые Интересуются Искусством Для Круга Широпого Читателя Будет Презентован Каталог Полноценный Большой Альбом Валерий Мужкин Между Двух Миров Ну И хочу Сейчас Предоставить Слово Ирине Георгиевне Фечиной Которая Эту выставку Нам делать Тоже Помогала Я еще Конечно Сейчас Назову Именно Всех Коллекционеров Вы пожалуйста Не переживайте Ирине Георгиевне Несколько Лет Назад Вообще Первая Мысль Когда я Зашла В зал Думаю Как Порадовался Валера Что Выставка Эта Состоялась Мы Вообще Ждали Большую Выставку К его Пятидесятилетия Но так Случилось Он собирался Ну В общем Не сложилось И выставка Не состоялась И Вообще Это удивительно Что Вот так Собралась Команда Собрали Работы Собирали По всему Городу Вспоминали Где может Быть Где не Может быть И Я вот Так Биографию Немножко Его У него Папа Работал В школе Мама Тоже Работала В школе Он Учился И Закончил Семнадцатую Школу Интересно Что Где-то В старших Классах Был Организм Помимо Того Что Он Замечательный Художник Он еще И был Музыкантом Они Собрали Свой Оркестр И Такой Ансамбль Небольшой И Вот Было Это Любопытно Что Надо же Как Соединилось В нем Вот Такое Творческое Начало В двух разных Витах Искусства И Вспомнила Я еще В девяностые Годы По обмену К нам Приезжала Директор Художественного Колледжа Художник Из Канады Сьюзен Голд И Я Ее Провела Практически По всем Мастерским В Иркутске Ну Тоже Она Приехала В летний Период Ну Кого Застали Куда Мы Вводили И Любопытная Вещь Что Она Остановила Свой взгляд На Мошкине Более того Когда она Приехала В Канаду Она Добилась Гранта Он получил Правительственный Грант Канадский В течение Трех месяцев Он был Полностью На обеспечении Канадского Правительства То есть Ему Предоставили Мастерскую Предоставили Материалы И он Там Работал Привез оттуда Замечательную Коллекцию В основном Привез оттуда Грант Вот Тогда Я впервые Еще У меня Мастерская Появилась Надо же Думаю Вот Она Была У мастерских Таких Ну Галин В мастерской А вот Остановилась Она Сказ Что Этот Художник Ближе И он Будет Более Интересен Именно Канадского Как он Поработал В Канаде Там Состоялась Его Довольно Большая Выставка Из того Что Он там Сделал Он Должен Был Как Отчитаться И Конечно Радует Наверное Это Впервые Вот Такой Случай У нас В Иркутске Когда Именно Коллекционеры Проявили Инициативу И собрали Мы Знали Что Работы Есть Но Когда Стали Собирать Их Оказалось Почти Около 300 Почти Ну Надо же Такое Огроматнейшее Количество То То Очень Много Работал Очень Плотно Работал Ну Так Вот Случилось Он С трудом Поступил В Союз Его Не Всегда Брали На Выставку Скажем Так Довольно Редко Брали Он Не Вписывался Вот В ту Систему Которая Существовала Он Не Вписывался Вообще В творчество Иркутских Художников А Как Вы Знаете У нас Старшее Поколение Больше Художники Реалистического Направления Им Чуждо Это Было Искусство И наверное Когда Вышла Книжка Я даже Не знала Об этом Когда Вышла Книжка В четвертом Году Таня Ларевой То Оказалось Что Валера В Союз Подступил То есть Для нас Это было Неожиданно Все Тихо Это Достаточно Тихо Прошу Выставка Требует Такого Очень Внимательного Взгляда Буквально На днях Приехала Из Петербурга Довольно Много Посмотрела Всевозможных Выставок Современных И думаю Если бы В Петербурге Такая Выставка Которая Состоялась Здесь У нас То Она бы Имела Определенный Успех Она бы Понравилась Непременно Зрителям У нас Мало Кто Сейчас Работает Во-первых Рисунок Как-то Отошел На вторую Сторон Вы видите Что это Одно из Важных В его Творчестве Живопись В меньшей Степени Он занимался Меньшей И все Таки Мы видим Очень значительные Большие Живописные Работы Не проходящие Работы Не этюдного Плана А совершенные Полные Цельные Работы Замечательного Художника Я вас Поздравляю С тем Что мы Не забываем Таких Художников Что Эта Выставка Состоялась Как о человеке И вообще О том Какая Это была Тогда История Как Все Происходило Мы Познакомились С Валерой Мушкиным Как с Человеком Сначала У нас Была Компания Большая Там Были Игорь Ширшков Алексей Куклин Саша Хукли Художник Артур Псарев Вот Который Звонарь Наш Виркутский Ну Много Кого Сережа Поднакомились Это Был Очень Нежный Очень Трогательный Такой Добрый Человек И мы Его звали Мошечки Где-то Когда Мы Уже Открыли Галерею Мы Как-то Раз Пришли Или До Этого Я не Помню Пришли К нему Мастерскую С Димой И он Нам Начал Показывать Свои Листы Графику И Это Настолько Меня Вообще Это Впечатлило Настолько Меня Это Все Как-то Пронзило Что Я Чуть Не Потеряла Сознание Тогда Они Меня Подхватили И Он Мне Говорит Сильно Чувствительное Тебе Наверное Не Надо Такое Смотреть Но Я Была Конечно Потрясена Вот Этой Мастерством Вот Этой Красотой Рисунка Вот Этим Свообразием И Он Мне Говорил Линкин Переводься Это Все Есть Переводься Не Надо Это Все Есть То Что Он Изображает И Я Не Боялась На самом Здесь Например Представлена 81 Работа Из нашей Коллекции И Это Не Все Есть Еще Мы Как Тогда Было Все Плохо Был Кризис 90-е Годы Конец 90-х Годов И Собственно Просто Валеру Мошкина Тогда Поддерживали Люди Которые Понимали Что Это Явление И По Человечески Просто Его Любили Первым Стал Приобретать Работы Мы Это Увидели Потом Димой Павел Сулович Римлян Вот Павел Сулович Римлян И Вот Вы Видите Прекрасные Тут Работы Это Как Раз Павел Сулович Много Лет Вообще Начиная Там С 80-х Годов Поддерживал Валеру Его Творчество Потом Как То Так Получилось Что Мы Стали Ближе И Стали У него Приобретать Работы Я Вам не скажу Что Мы Такие Большие Поклонники Такого Искусства Не скажу Что Это Как бы Так Вот Сильно Да По честному Но Как коленцы вот эти заставлялись? Непосредственно из общения с человеком. И это самое правильное. Когда ты с художником общаешься, когда ты видишь, что он делает, как, почему. Я помню, мы привезли тогда пастельную бумагу итальянскую, разноцветную, и подарили ему такую прямо пачку. И он долго не мог к ней прикоснуться. Он говорит, мне так жалко ее, она такая красивая. И ни у каждого не хотел. Я говорю, ну, Валера, ну, надо что-то делать с этим. И пастельные карандаши. Вот такую большую коробку привезли какую-то там. И тогда мы сделали большую выставку для широкого круга. Вообще у него выставки были, конечно, в Доме писателей. У Кабинкова Анатолия Ивановича. Там много выставок было, помните? Значит, в Доме актера. А вот так, чтобы для широкого круга, я помню, эта выставка пастыли, она произвела, конечно, огромное впечатление вообще на всех. И она у нас была очень долго, мы ее так долго продолжали. Вот потом, значит, появился и Саша Ивашенко. Вот надо его вспомнить тоже. У него были работы. Я думаю, этих работ она перекочевала в коллекцию Лютикова Альберта теперь. То есть идет такое, как бы, поддержка у нас в Иркутске. Вот это вообще на самом деле не так много в каких городах есть. У нас есть на самом деле такая команда в городе, которая до сих пор мы поддерживаем художников и будем это продолжать делать. Я хотела бы еще сказать про то, не могу не вспомнить Сережу Коренева и Сашу Шпирко. Это была такая троица, такие друзья, уникальная вообще дружба была, да? Помните? Я помню, когда мне стало Сережа и Саша, мы делали выставку памяти. У нас, да, помните, сидели на полу, у нас в галерее плакали. Нина Соколова, ну, все, вся такая вот, мы очень дружно и интересно жили. Я бы хотела, конечно, чтобы это дальше, что вот сейчас происходило так же, как раньше, но вот жизнь идет. Я благодарю своих соратников, благодарю Диму, своего мужа, супруга, который всегда, но он молча, тихо, всегда, вот в общем, мы, мы, он всегда любил, и Валерия Мушкина мы очень любили, очень. Как жалко, что вот так все получилось, получилось, но я благодарю всех, что у нас это сегодня состоялось. И надеюсь, что этот каталог, который, альбом будет, он будет очень красивый, и Валера Мошечкин будет, ну, как бы, будет доволен тем, что мы все-таки через несколько хоть лет, но мы собрались это сделать. Спасибо вам всем. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Немножечко не по старшинству, я так думаю. Я, в общем, ну, совершенно, еще молодой, после института приехал, вот, как бы, попал в Малинник, команда, в которой находился Валерия Мошкин, ну, и, собственно, в сиденье. Я почему не говорю не по старшинству, тут надо было начать, наверное, с Александром Морисовичем Москвитина. Это вот из, собственно, его команды, как бы, Александр Муравьев, Борис Десяткин, и вот то, что Лина говорила, молодые пути временному художники. Вот, ну, мне повезло просто несказанно после института попасть в такую тусовку, в которую в Икутске, я не знаю, так сказать, многие мечтали попасть. Я совершенно безболезненно, совершенно без наркоза туда попал, общался с ними на уровне, так сказать, смотрел, учился, ну, и, собственно говоря, немаловажно, что был принят. То есть, ну, как бы, вот то, что ты делаешь, всегда рассматривалось под микроскопом. Вот. И сегодня очень радостное событие. Я посмотрел экспозицию на двух этажах. Господа, блистательная экспозиция. К нам приехал Луна. Оповещайте всех, пока выставка здесь. То есть, совершенно великолепное пообещение соответствует картина Мошкина. Как будто специально музей был построен для работ Валерия Мошкина. Хотелось бы, конечно, чтобы отсняли в наших телевизионщиках фильм. Я вот не знаю, Евгений Пилунов у нас в Икутске, или нет, сейчас должен быть. То есть, по идее, надо было бы по творчеству Валерия Мошкина, конечно, отснять фильм. Это явление просто потрясающе, уникально для Валерия Мошкина. Валерия Мошкина. Спасибо. Если есть еще желающие выступить, я могу предоставить. Роман Днепровский. Здравствуйте. Скажите что-нибудь для вечности. Мошкин для вечности. О вечном искусстве. Вечном искусстве. Весит работа Валерия Мошкина. Чупак-кабабра. Я помню, как он ее писал. Это которая? Это вон та. Я помню, как он ее писал. Я помню, как у него ее украли. Я помню, как она висела несколько лет назад в антикварной лавке у моря края. Помню, как я ее не успел купить. Но это все плен. А если для вечности, я одно могу сказать. Валера всегда говорил «Я Демюрк, а вы мне снитесь. А когда я проснусь, вас всех не будет». Вот мы продолжаем сниться проснувшемуся в Мошке. Мне очень не хватает Валеры в этом городе. В моей жизни. Ой, спасибо, как красиво все это сказано. И он красиво сказал, и ты красиво сказал. Олег, согласись, не хватает. Да, естественно. Правда, последние годы его уже не было при жизни. Вот что трагично. Согласен. В 2000 году ко мне уже приходил не Валера. Мне уже попозже. Да. спала у меня на диване. Я всегда ее посмелить. Желал. Я вот не знаю всегда в таких случаях, вот я, наверное, буду делать что-то типа какого-то тоже своего обзора. Я всегда не знаю, как вот эти темы обходить, не обходить, вот эти вот, вот этой истинной трагедии настоящей. Для чего этого сходить? Потому что у меня осталось много фотографий, например, понимаешь, где и по молодости и по старости. И я даже не знаю, вот они у меня спрятаны, эти фотографии, когда я к нему приходил там в мастерскую и уже трудно было разговаривать. И там та же беда, но она у всех одна и та же беда. Я в самом начале написал. В этом повествовании будет много водки и многие страницы будут этой водкой написаны. Я очень прошу читателей отнестись к водке не как к алкогольному напитываю, к одному из действующих лиц. Но это часть, часть жизни, часть жизни, которую не вымараешь, да и не надо ее вымарать. Ее нету смысла замалчивать, куда-то убирать. Оно было. Это часть, часть процесса, который влиял на сознание, которое никуда не денешь, не заплечешь в карман и приукрашивать. Ну а какой смысл приукрашивать? Да лично для меня наоборот, не то, что приукрашивать, я вот сейчас вот подумал, что ты думаешь, вот этот контраст, да, в том, что вот молодец, в другом, да, и той судьбы, которая его вот в этой несчастности, в городе, в которой я не знаю, в музее, в облуде, в городе, в уничтожающей голода. Понимаете? Я вот люблю и ненавижу. Ага, это на самом деле вот так и повижу. Это вот та трагическая любовь, что вы не можете уничтожать, да, и грома, и все время находимся вот на этой вот, 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 раздерганной ситуации, когда есть ну, ну, по сути дела, в другой уровень, да, кстати говоря, я в школе начал говорить, а то же, в георгию, жильцом, в георгию, в георгию, в георгию, в георгию, в георгию, георгию, в георгию, в георг upiques, рег 思atorio и ходит Мы его называли, извини, Сильвоном Ивановичем и Валерием Ильяновичем. Это было в чём имя, оспаривать точку. Дерево не было, что оказалось на юбиле небес. Валера, это меня не пришло. Валера стал союзом. Нет, подождите, как раз этого мне не хватает. Валера, это меня не хватает. А если ты проведёшься, если ты даже придёшься и пройдёшься, понимаешь, очень хорошо где-то увидим от армии, что к вершине он достиг этой вершины и сразу стал спускаться. Сразу стал спускаться. Он не удержался на этой вершине, но к вершине он пришёл. Мне не хватило его последующих лет жизни, для того чтобы он не стал... Вот пришёл его того, что он продавил его в мастерстве. Он всё-таки вот этот наш ужасный город, нашу Сибирь и себя Мушкино. Вот я ещё здесь увидел. Ну, может быть... Знаешь, как Баба наш. Убийский Баба, который стоит там, он не ходил, что 30 маршалов. Сначала ему все вяжали руками. А потом я сказал, ну, знаете, он не гениальный, с точки зрения, конечно. Если я не скажу, он гениальный, он стопроцентно отразил весь мастер, вот скажем так. И 130-го фронта, и Иркутска, вот стоя вот там. У него международные люди там. Ну да, понимаешь? И сад обстоя. Ну, то есть он оказался вот на том месте, именно в своё время, и поэтому вдруг он не может оказаться гениальным. Это это время. Видимо, Мушкин вот так и не доделал, не стал сто процентов как-то вот в Иркутске. Мне кажется, он тоже, по сути дела должен закончиться. Потому что, а невозможно было. Может быть, так? Вот это вот, наверное, мы с тобой. Что на это? Наверное, это мы с тобой. А может быть, это вот твой или мой портрет. Роман, так можно всё-таки... Это... Притягивать. Можно притягивать. Это отражение этого города. Это отражение этого города. Ну, в общем, да. И вот его эсет. Поэтому, может быть, это мы с тобой. Слушай, а... А может, это москвитин Суваровский? Слушай... Может, это корень за шпаком? Ну, может быть, может быть. Так можно что угодно говорить. Вообще-то это аватары. Слушай, ну, скорее всего, отражение именно этого города, вот до которого так и не состоялось. Вот, понимаешь? И я сейчас подумал, что было бы гораздо лучше, если бы мы здесь не можем произвести реакцию. Ну, да. То есть... То, чего хочется подсознательно... То, чего хочется подсознательно... То, чего хочется подсознательно какой-то идентификации. Ну, ты говоришь, а можно? А можно? А вот мы теперь будем и гадали. А другая края тоже плохая. Ну, не тоже, а плохая. Если бы была бы четкая идентификация, то есть портрет Дмитровского, портрет Беседе... Ну, нафига! Я-то знаю, где здесь портрет Дмитровского. Мушкин мне говорил, но это знаю только я и... Никому не скажу. И никому не скажу. Понимаешь? А на самом деле это все наши портреты. Это все мы. Это все наши волосы. И наш вот этот вот безумный, несчастный... Хотя, ну, потому что это делалось здесь. Уходно миру. И... 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 Кстати говоря, я... Я домогался за наших архитекторов со временем. И... Вот в новом, в новом здании. Нет, нет, нет. А мне один австроумный, ну, не очень, не уважаемый архитектор, Ваш главный архитектор города ответил. Тоже австроумный. Он сказал, Иркутский стиль, вот то, что мы делаем, это и есть Иркутский стиль. Мы же это делаем. Делаем это, что мы с определением... Мы в Иркутске. Мы в Иркутске. Стильные. Ну, ладно, спасибо. Ладно. Таки, Это было очень много. Это было бы, и... Я не могу обидеть на моем. Уши. Это было бы, Это было бы... Уши. Уши. Это было бы, Уши. Мы не смогли найти обо measuring на Земле.